Мозг заточен на зубрёжку и прилежное поведение. Мозг заточен на зубрёжку. Всем привет, друзья! Меня зовут Павел, и меня пытаются припугнуть судом. Краткое содержание предыдущих серий. В своём прошлом ролике, если вы его ещё не видели, то ссылка будет в описании, я высказался о замечательной инициативе не менее замечательного общественного движения «Мужской путь». Напомню, общественники предложили вести параллельное обучение мальчиков и девочек, начиная с 4 класса. Добавить в программу специальные уроки для юношей и девушек. Ещё там были правильные стереотипы, традиционные ценности, сексуальные провокации и прочие прелести. Всё, как мы любим. Но стоило паблику и квалити разместить мой ролик у себя на странице, как говорится, потекло говно по трубам. Прошу прощения за мой французский. Сначала появились оскорбления в комментариях. Голос не тот, внешность не та, умственное развитие подкачало. А через пару дней «Мужской путь» разродился целой статьёй, в которой, собственно, статьёй же за клевету мне и угрожают. Ну что ж, давайте попытаемся разобраться вместе, что ж я такого натворил. Это я пытаюсь найти комментарии, не связанные с моей внешностью и подачей. Animal Crossing, классная игра. О, нашёл. И да, специально для самых талантливых авторов следующей статьи. Предыдущий эпизод – это шутка. Преувеличение. Расслабьте булки. Мы такого не говорили, ты всё врёшь. Итак, где про разложение и перерождение хромосом говорил «Мужской путь»? Ответ будет? Нет, не будет. Скажите вот, вы Павлик опубликуете. Он откуда взял какое-то разложение хромосом? Этого же не было от МП никогда. Я сейчас постараюсь говорить очень медленно и чётко, чтобы даже товарищ из «Мужского пути» понял. Не, бессмысленная затея, они в любом случае вряд ли поймут, а мне так разговаривать тяжело. Информацию о разрыхлении и перерождении хромосом никто «Мужскому пути» не приписывал. Эта ставка с бредовищем потоком мракобесия не случайно находится в самом начале ролика, ещё даже до приветствия. Ни о каком «Мужском пути» ещё даже не сказано. А самое главное, чтобы зрители поняли, кто является автором этого шедевра и не попытались приписать его «Мужскому пути». Я вот лично не уверен, что представители МП настолько талантливы. Я даже сказал, на каком сайте размещена презентация. А вот специалисты сайта «Любодар» знают. Откуда? «Любодар». Чего? «Любодар». «Мужской путь». «Любодар». Так и запишем «Мужской путь». «Любодар». Название сайта даже выделено аудиовизуальными средствами. И тем не менее, кто-то всё равно ничего не услышал. Теперь-то я понимаю свою ошибку. Если даже после такого акцента некоторые товарищи всё равно ничего не поняли, признаю, совместное обучение не жизнеспособно. Так и запишите. Я думаю, можно предположить, что большинство представителей мужского пути учились в школе либо в 80-е, либо в 90-е. А значит, вместе с девочками. И вот он результат. Люди требуют объяснения, почему им приписывают слова, которые им даже не приписывают. Второй момент, опять же связанный с клеветой и обращением в суд. И Кволити, к примеру, разместил информацию, что Андрей Брезгин, или Брезгин, главный герой сегодняшней новости, пару лет назад с улыбкой рассказывал о многоженстве. С кем и в каком количестве живёт Андрей Брезгин, я думаю, мало кого волнует. Меня уж точно нет. Но есть одна забавная закономерность. Если человек громогласно заявляет о сексуальных провокациях в школе, на своём канале твердит о традиционных ценностях и духовности, а потом всплывают подобные видосы, или вот статья, аргументы и факты Урал, это смотрится как минимум странно. Живите с кем хотите, взрослые люди. Только про традиционные ценности не стоит затирать. То же самое официальное православие подобный жизненный выбор не поддержит. С другой стороны, давайте попытаемся быть объективны. Ролики удалены со всех платформ. От интервью осталось одно превью. Некоторые говорят, что это подготовка к политической карьере. Всё же к многоженству русское общество ещё не готово. Но, возможно, это продуманная акция, как там говорилось, радикальных феминисток, которые пытаются бросить тень на светлый образ Андрея. Если это всё фейки, и Андрей никаких интервью не раздавал, то я искренне прошу у него прощения. И что, что многоженец? Наши ништяки лишь компенсируют юридическое и моральное неравенство. А женщине ништяк один. Реализовать своё предназначение быть любимой женой и матерью. Андрей, но вы всё же определитесь. Это злые феминистки клевещут? Или вы сами их же слова подтверждаете? Но я верю. Мужик сказал, мужик сделал. Сказал, что многоженец. Удалил всё упоминание об этом. Пригрозил судом блогеру. И да, Андрей, небольшой совет от блогера с видом ботаника, а по сути дилетанта. Да, 10 лет работы с детьми – дилетант. Что в гугл попало, то там и осталось. Даже если заметку удалили, её можно восстановить. Имею ли я право делиться статьёй аргументов и фактов со своими подписчиками? Или это тоже подсудное дело? И вы мне опять судом пригрозите. Так много вопросов. Так мало ответов. И да, рассказывайте всем, как правильно жить. Будьте готовы к тому, что ваша семейная жизнь будет всем интересна. Это вполне логично. А так и рассуждать, что там правильно, а что неправильно. Как нужно выстраивать иерархию в семье и при этом удивляться, почему кого-то начинает интересовать, а что же у вас дома творится. Ну это как минимум странно. Вторая претензия. И вот здесь всё уже гораздо интереснее. И справедливее. Чего уж греха таить. Мой ролик ненаучный. Ну дилетант об образовании говорит. Я даже не спорю. И если вы давно подписаны на мой канал, то отлично знаете, что он никаким боком к научпопу не относится. Сюда люди приходят исключительно за моим мнением и чёрно-белыми вставками. Павел, вы такой юморист. Боже-боже, продолжайте. Но сегодня, мой маленький дружок, все ссылочки на все исследования будут в описании. Переходи, не хочу. Сразу же скажу, это разовая акция на хлеб трэш смеша я не претендую. Дальше идёт исключительно моё мнение. Как мне кажется, именно в работе с источниками информации проявляется это самое критическое мышление человека. Один может найти подтверждение своей мысли в какой-нибудь статье и всё, ура. Я был прав, все остальные дураки. Не самый лучший подход. К сожалению, в наше время найти книгу с настоящей правдой о жидомасонах, мутирующих хромосомах и прочих плоских поверхностях несложно. Умный же человек, если и серьёзно подойдёт к вопросу, и этот самый вопрос, к примеру, напрямую связан с его образованием. Привет, раздельное обучение. Да, мне уже давно хотелось куда-нибудь вставить свой красный диплом. Рассмотрит разные точки зрения и разные исследования. А чё уметь? Вот представители мужского пути утверждают, что они правы. Ведь существуют исследования базарного, с которыми я, конечно же, не знаком. Ну куда мне? А вот вы можете почитать о базарном на сайте Любомир. Да, представьте себе, прежде чем заговорить о рыхлых хромосомах, специалисты сайта Любомир. Друзья, услышали? Любомир. Не мужской путь. Аргументируют свою точку зрения исследованиями базарного. Я, конечно же, ничего читать не стал. Куда уж мне? Но вот вы обязательно почитайте. А вот для сравнения, что я сказал в своём ролике о раздельном обучении. По большому счёту, до тех пор, пока раздельное обучение не равно разные программы и совершенно разные установки, больших проблем с ним нет. Я ничего не утверждал. Я отлично знаю, что существуют разные исследования. А вот вы, товарищи, прикрывшиеся базарном, об этом знаете? В описании я оставлю ссылку на саммере большой работы журнала Science. Ну, есть такая бульварная газетёнка, всякие фенки там печатаются. Это, конечно, не Любомир. И вот, по данным Science, серьёзных научных доказательств преимуществ раздельного обучения нет. А вот что есть, так это свидетельство того, что подобные школы только укрепляют сексизм и гендерные стереотипы. Хотя существуют же правильные гендерные стереотипы. Не волнуйтесь, мы сегодня ещё дадим возможность высказаться представителю мужского пути. Он нам всё доступно объяснит. В обзоре сравнили успеваемость учеников при раздельном и при совместном обучении. И заключили, что, как и в предыдущих исследованиях, результаты не очевидны. Масштабные исследования Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и анализ данных программы международной оценки академической успеваемости также не выявили большой разницы между успеваемостью учеников в школах с раздельным и совместным обучением. Далее в статье говорится, что зачастую в школы с раздельным обучением необходимо сдавать экзамены. И поступают в подобные учебные заведения далеко не все. Естественно, результаты будут выше. А ещё в школах с военным уклоном и дисциплина другая. И это тоже сказывается на успеваемости. Но об этом же никто не будет говорить. А, ещё же у мужчин и женщин мозги разные. Вот Андрей Брезгин об этом слышал. Про теорию вы слышали, что девочки после четвёртого класса взрослеют быстрее, что их мозг больше заточен на зубрёжку и прилежное поведение. Мозг заточен на зубрёжку и прилежное поведение. Мозг заточен на зубрёжку. Да, современная нейробиология именно об этом и говорит. Нет. Безусловно, подобные ораторы и должны менять наше образование. Нейробиологи подтвердили, что мальчики и девочки учатся по-разному. Это слова преподавателя школы с раздельным обучением. Это утверждение ошибочно с точки зрения нейробиологии. Нейробиологи зафиксировали очень мало различий в мозгу детей разного пола. Больший объём мозга у мальчиков и более раннее завершение роста мозга у девочек. Связь какого-либо из этих различий с процессом обучения нам неизвестна. Сайнс или Брезгин? Даже не знаю, кому верить. Ну, конечно, прав Брезгин. И да, на всякий случай, это не одно исследование. Находите статью, ссылка есть в описании, и вперёд переходить по источникам. Полный перевод вы, кстати, можете найти в паблике Equality. Ссылочка где? На сайте Любомир. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Там же в описании, а не на Любомире, вы найдёте статьи о поле и математических способностях, в принципе о способностях, ну и, конечно же, сможете прочитать о просто гигантских различиях в работе головного мозга у мужчин и женщин. Шутка, они не гигантские. Переубедит ли всё это сторонников мужского пути? Я вас умоляю. Ведь все эти работы проплачены злобными феминистками. У нас есть базарный, ему вот точно никто не платил. И наплевать, что нейробиологи сейчас совершенно по-другому смотрят на мозг человека. Не-не-не. Ну и думаю, самое время дать слово представителям мужского пути, которые, в отличие от меня, не занимаются подменой фактов и клеветой. Что вы думаете о домашнем насилии? Страшилок миллионы. И это неправильно, потому что чаще всего мужчину доводят. Причём вынос мозгов идёт бескомпромиссный. И лёгкий лещ хитрине будет эффективнее, чем 10 тысяч часов переговоров за столом. Эээ, что? И лёгкий лещ хитрине... Лёгкий лещ хитрине? Профилактический такой лещ. Господин, Павел, я на вас суд подам. А вот о лещах рассуждать на аудиторию точно можно? Метод хорош только для тех, кто достоин шанса оздоровления. Мозгинь же нужно гнать в шею. Ей уже не поможет ничего. Мозгинь. Окей. Если вы не понимаете, о чём идёт речь, то не волнуйтесь. Никто не понимает. Но вот в комментариях меня просветили, что оказывается, мужской путь разделил всех женщин на группы. Как минимум, хитрине, мозгинь и берегинь у них точно есть. Подписчики же пошли ещё дальше. Виды женщин в современном обществе. Берегиня. Бережёт семейный очаг и семью. Самое лучшее и годное для отношений. Мозгиня. Выносит мозги. Непригодное для отношений. Хитриня. Хитрит и манипулирует. Слезами, сексом, разводом. Непригодно. Потребиня. Заточен на потреблении денег мужика. Растрачится. Непригодно. Богиня. Хочет быть на первом месте у мужа в сознании. Ищет раба любви и снабженца. Непригодно. Гулёня. Флиртует, изменяет, хочет секса с разными мужчинами в разных позах. Непригодно. Ну, раз в разных позах... Разведёнка с прицепом. Берегиней быть не может, так как уже не сберегла семью. Непригодно. В комментариях под моим роликом представители МП заявили, что в их рядах очень много образованных людей, в том числе и с научными регалиями. Так и вижу настоящего учёного, внимательно слушающего рассказ о профилактическом леще-хитрине. Я посмотрел немало роликов мужского пути. Делал я это, в том числе и на стриме в прошлый четверг. И во многих упоминается Инстаграм, как некая альтернатива настоящей перегине. Вам что, подписчиков мало? Разведем популярный миф деградации женщин в семье. Неужели освоить Инстаграм и жить для себя сложнее, чем стать хранительницей очага и вырастить детей? Давайте в этом разберёмся. Да, при подфильархате женщина не склоняется по беспорядочным заведениям. Не забивать телефон новыми фотографиями для Инстаграма, потому что нет на это времени и нужно постоянно развиваться, чтобы захоронить семью. Что это за непонятное разделение? Либо семья, либо клубы с Инстаграмом. Нет, естественно, если вести разговор в таком ключе, то вы, конечно же, подтолкнёте своего зрителя к правильным выводам. Только вот, что делать с женщинами, учёными, врачами, учителями, инженерами. Они все покинули чат-чат, чат-чат, чат-чат-чат. Клава Кока в рот попала. Оказывается, девушка может себя ещё и как профессионал реализовать. Почему бы об этом не сказать? И вот уже мир не такой уж и чёрно-белый. Кстати, вот что должна знать настоящая женщина. Не забываем, эти люди про образование рассуждают. Женщине необходимо обладать, как минимум, следующим набором знаний. Знания о правилах поведения и о различиях между мужчиной и женщиной для сохранения благоприятной атмосферы в семье. Но это, конечно, самое важное, что должна девушка усвоить. Тут, конечно, наша школа не алё. Педагогические навыки для поддержки детей в школе, знания по уходу за детьми и заботе о муже, а также поддержанию женской красоты. Ну и, конечно, знания для помощи мужу в работе и домоводстве. Слава богу, Мария Кюри жила до изобретения инстаграма. А то слонялась бы себе по клубам. Какая уж тут наука. Сплошные сексуальные провокации. Именно феминистки унижают порядочных женщин, выставляя их никчёмными, ненужными и бесполезными. Якобы с послушной скучно, а светских львиц, проституток и других продажных женщин возносят на пьедестал. Да, именно этим все феминистки и занимаются. Прославляют светских львиц. Чё вы там о клевите говорили? Стоит уточнить, что представители МП не выступают за отдельные школы для мальчиков и девочек. Все будут учиться вместе, просто в разных классах и свободно будут общаться на переменах, в кружках, во время каких-нибудь мероприятий и это всё замечательно. И если что, это не сарказм. Это параллельное обучение здорового человека. Но проблема в том, что вы как основной момент выносите сексуальные провокации и правильные стереотипы. На перемене и совместном чаепитии провокации куда денутся? Раз они так вас заботят. Вы уверены, что спровоцированные на перемене Маша и Петя смогут нормально на уроке сидеть? Провокаторы-то вон, буквально за стенкой, второй момент. Павел не прав, никаких финансовых вложений не потребуется, все же будут вместе параллельно учиться. Ну логично же, смотрите, вот допустим есть в школе два одиннадцатых класса, одиннадцатый А и одиннадцатый Б. И вот теперь просто все мальчики будут учиться, допустим, в А, а девочки в Б. Ничего не поменяется. Отличный пример того, что люди вообще не понимают, что такое малокомплектная школа в провинции. А если у нас всего один одиннадцатый класс? Разделить-то на два класса несложно. Работать в этих классах кто будет? И если что, мы же не только одиннадцатый класс продублируем. Мы все, начиная с четвертого, на два умножим. А вы знаете, сколько учителей рвется работать в деревенские школы? А сколько у них уроков? Подскажу. Мало и много. Какому вопросу какой ответ? Догадайтесь сами. А в статье МП все так красиво смотрелось. У них и учителя мужчины со временем в школу придут. Вы же не забываете, что мальчикам должны преподавать мужчины, которых сейчас в школе нет. Но они обязательно придут. Остается только понять, зачем. Ну и в заключение, если вы не видите разницы между параллельным обучением и тем, что предлагаете вы, ну тут, как говорится, мои полномочия все. Друзья, а если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарий. Отдельное спасибо каждому, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.